2014 год для сотрудников ГИБДД прошел более чем благополучно, отметил начальник ведомства Дмитрий Костерин на отчетной пресс-конференции. Главный показатель, по которому оценивается результативность работы инспекторов, число погибших в ДТП. В прошлом году этот показатель составил 153 человека. По сравнению с 2013 наблюдается значительное снижение. Если взять ДТП, только в количественном выражении, у нас к сравнению к 2013 году их всего плюс 8. 1948 было 1940. По раненым мы снизились тоже. Было в 2013 году 2602, стало 2538. То есть по всем параметрам мы практически снижаемся. Главная цель ведомства – свести все показатели к нулю. Именно на это направлена работа. В Иванове инспекторы насчитали 88 основных очагов аварийности. Им стараются уделять более пристальное внимание. Мы перешли на новую схему работы ДПС. Работа строится по индивидуальному служебному заданию. Инспектора по этому служебному заданию за смену, как правило, которая составляет 12 часов, перемещаются до 6-7-8 раз в разные точки своего района. Для того, чтобы именно работать в очаге аварийности. Задача – не составить определенное количество материалов, как пишут некоторые, и повысить выявляемость. Задача – не допустить дорожно-транспортных происшествий по тому или иному виду или причине дорожно-транспортного происшествия. Как правило, нарушают ивановские водители правила проезда перекрестков. На втором месте в хит-параде нарушений – превышение скорости. Третьи делят между собой выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Уследить за всеми нарушителями, даже несмотря на новую схему работы, инспекторы не могут. Зато могут комплексы видеофиксации. Неприхотливые и беспристрастные. Всего их на балансе управления 28. 8 стационарных и 20 передвижных. Бюджету они за год принесли более 112 миллионов рублей. А раз затея выгодная, надо продолжать, уверены в ГИБДД. В этом году еще около 40 комплексов появятся на дорогах области. В частности, на пересечении улиц Марии Рябининой и 10 августа в рамках государственного частного партнерства начнет работу так разрекламированный в минувшем году комплекс фиксации, следящий за выездом на встречку, заездом за стоп-линию и проездом на красный. Три блока серьезных нарушений. Вот эти нарушения как раз мы и основные причины попытаемся ликвидировать с учетом дефицита личного состава именно средствами фото-видео фиксации. Некоторые задают вопрос. Инспекторов ДПС не видно, но мы вот таким результатом пришли. За счет чего? Я это связываю, как еще раз повторю, со средствами фото-видео фиксации. Все-таки это дисциплинирует водителя средства фото-видео фиксации. Будущий, уверен начальник управления ГИБДД, именно за такими электронными полицейскими. Этими темпами наращивания штата комплексов видеофиксации скоро и вовсе без инспекторов можно будет обойтись. Но чего роботы пока определять не научились, так это пьяных водителей. А их в регионе по-прежнему немало. По вине нетрезвых ездоков в прошлом году погибли более 50 человек. Этот показатель мог быть еще выше. Мы в этом году задержали практически около 5000 водителей, которые управляли состоянием алкогольного опьянения. Довольно-таки большая цифра, она, я считаю, должна кардинально измениться. Она в разы должна измениться. Поэтому мы используем метод массовых проверок. Как показывает практика, проверки помогают не всегда. Здесь уже в свою лепту в обеспечение безопасности дорожного движения внес президент, подписав указ об ужесточении мер к водителям, повторно севшим за руль под градусом. Повторная пьянка за рулем переходит в разряд уголовных преступлений. И мы связываем, что все-таки вот это ужесточение наказания, оно принесет, соответственно, свой плод в части именно снижения количества погибших на дорогах, травмирования участников дорожного движения. Вводится статья 264.1, где предусмотрено за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения штрафа 200 до 300 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июля 2015 года. А повлияют ли они на дорожную ситуацию и, в частности, на количество жертв пьяной езды, покажет время. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.